Прикройте голову, у Влан-Удэ прошел парад шляп приуроченной юбилеи города. Как казалось, искусство и фантазии у наших горожан не занимать. На театральной площади нашу съемочную группу ожидали 92-летняя Наташа Ростова, шляпа на которую ушла не одна книга, головной убор с яйцами второй категории. И это еще не все. Пообщался с участниками парада Будам Мунхоев. Скажите, это что на вас? Это на мне образ нашего любимого города. Почему золотое и серебро? Это благосостояние нашего города. А почему очень высокий эготический стиль? Потому что устремление вверх, благосостояние, процветание, расцвет. А что это у меня? Это у меня наш любимый Байкал, струящийся и омывающийся. Привет, расскажи, как тебя зовут? Вилана. А что у тебя за шляпка, кто ее делал, помогала ли ты ее собирать? Как она называется, шляпа? Два народа, два брата. Два народа, два брата. Два народа, два брата, да. А кто у нас такие два брата? Да. Ты же еще маленькая, чтобы объяснить. Скажите, шляпа посвящена 350 лет городу Улан-Одэ. Да. Да, и на ней изображены две старушки, которые дружат долго-долго. Здравствуйте, меня зовут Марина. Марина, да, что у тебя за шляпа? У меня шляпа и сделана из игрушек для детского дома. А раскрасилась зачем? Раскрасилась, потому что я гость из Папуановой Гвинеи. Из Папуановой Гвинеи? Да. А учишься где? В 18-й школе. Мне 92 года, я старше всех здесь. Старше всех здесь? Как вас зовут? Екатерина Николаевна. Екатерина Николаевна. Сколько вам лет? 92. 92, да. А что вас все-таки заставило прийти сюда на этот фестиваль? А я оптимист, я стрелес, я принимаю. У меня, знаете, новогодних кассюмов, 18 кассюмов дома. Это один из них? Нет, это Наташа Ростова начала. Это в 1812 году я смотрела фильм, да, и со школьной скамьи помню. С чего сделана ваша шляпа? Наша шляпа сделана из картона. Из картона? Конечно. И такие вот прекрасные вставочки. А вставочки откуда брали сами? Распечатывали или из книжек? Из книжек распечатывали. Специально подбирали для этого конкурса. Для этого конкурса. А сколько книг было потрачено? Ну, две или три книги, наверное. Вот постарались и придумали такое. Яйца настоящие, не макеты? Ну, есть на нижнем ярусе макеты, а на верхнем настоящие. Настоящие? Да. А что будет с шляпой после конкурса? Ну, оставим в группе. Оставить? Ребятишкам, да. Для игры. Сюжетному? Нет, сюжетно-ролевая игра, магазин. Так что пригодится. Не зря старались все. То есть вы взяли инвентарь из детского садика и решили с него прямо шляпу сделать? Нет, это инвентарь-то из дома, конечно, пригодится в детском саду для работы. А ну все, отлично. А яйца какого сорта? Яйца второго сорта. Уловлены. Здравствуйте. Я смотрю, вы не заморачивались, одели то, что было дома. У меня шляпа называется «Нацветимая бурятия». Мы ее сделали вместе с мамой и с тетей. Почти всей семьей работали. А это у тебя астра или роза? Это тюльпан.